В третий раз на те же МИГи. 15 февраля 2019 года коммерсант в третий раз на те же МИГи. Истребители МиГ-29 ВВС Индии. Источник изображения – ВВС Индии. Индия готовится приобрести у России два десятка МиГ-29. Индия рассматривает возможность закупки у России дополнительной партии истребителей МиГ-29, которые позволят увеличить количество индийских строевых эскадрильей ВВС, оснащенных данными самолетами, до четырех. Сумма потенциального контракта на 21 машину оценивается примерно в 900 миллионов долларов. По словам источников «Твердый знак», это одно из самых коммерчески выгодных предложений на рынке. Один только французский истребитель «Рафель» обошелся индийскому бюджету более чем в 200 миллионов долларов о том, что военно-воздушные силы ВВС Индии планируют в срочном порядке закупить истребители МиГ-29, сообщила газета. Ссылаясь на собственные данные, издание уточнило, что план по дополнительной закупке 21 машины детально обсуждался на двусторонних переговорах, состоявшихся в январе. Эти сведения «Твердый знак» подтвердил топ-менеджер одного из предприятий авиационной промышленности. Соответствующая заявка от индийской стороны уже поступила, она находится в проработке. По его словам, общая сумма сделки, в которую помимо самих истребителей входит также средство авиационного поражения, ЗИП и обучение персонала, оценивается примерно в 900 миллионов долларов. В Рособоронэкспорте, спецэкспортер российских вооружений, и Федеральной службе по ВТС от комментариев по этой теме воздержались. Первые МиГ-29 были поставлены из СССР в Индию в 1987-1990 годах по двум контрактам, предполагавшим передачу заказчику в общей сложности 69 машин, 62 одноместных истребителя МиГ-29 и 7 двухместных учебно-боевых МиГ-29 ЮБ. В 1994 году Индия дополнительно приобрела уже в России 8 МиГ-29 и 2 МиГ-29 ЮБ. В 2008 году российская самолитостроительная корпорация, РСК, МиГ заключила контракт на модернизацию МиГ-29 до версии МиГ-29 УПК. Первые шесть машин были модернизированы в России, а оставшиеся 56 в Индии. Все они получили новые двигатели, РД-33 третьей серии, бортовые ИРЛС Жукме, а также датчики распознавания свой-чужой французской компании. Этот контракт был полностью выполнен в 2018 году. В интервью «Твердый знак» директор ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказывал, что в 2018 году Индии был передан проект рамочного контракта по техническому содействию в эксплуатации МиГов в послегарантийный период. «Вскоре встанет вопрос о модернизации этих самолетов, и целесообразно будет создавать технический центр по их обслуживанию», заявлял он, СМ. «Твердый знак» от 6 февраля. «Закупка Индии дополнительных МиГ-29 преследует сразу несколько целей», утверждают источники «Твердый знак». Парк ВВС Индии устаревает. В СМИ высказывались планы по отказу в ближайшие три года от эксплуатации старых самолетов типа МиГ-21, МиГ-27 и «Чагила», и делей нужно не допустить падения боеготовности. Сейчас у индийских военных сформировано три эскадрильи, на вооружении которых состоит МиГ-29, закупка еще двух десятков таких машин позволит сформировать четвертую, поясняет собеседник «Твердый знак». Он напомнил, что к 2022 году из 11 эскадрильи истребителей МиГ-21, чей летный ресурс уже исчерпан почти полностью, в строю останется лишь одна, поэтому индийские военные всеми силами пытаются восполнить эти пробелы. Замодиректора Центра анализа стратегии и технологий Константин Макиенко называет решение о закупке Индии дополнительной партии МиГ-29 наиболее рациональным. По соотношению цены и качества российский МиГ-29 превосходит конкурента. Стоимость одного французского истребителя «Рафель» составляла, по оценкам СМИ, около 227 миллионов долларов, против 40 миллионов долларов у МиГ-29. При этом источник «Твердый знак» в отрасли уточнил, что речь идет именно о заводских поставках, а не о продаже Индии бывшей в употреблении техники. Все самолеты будут поставлены в варианте МиГ-29 УПК. Напомним, что ранее Адели направил в Москву заявку на приобретение 18 комплектов для сборки истребителей Су-30 Маки на своей территории, это связано с планами ВВС Индии по доведению количества истребительных эскадриль и ВВС, оснащенных самолетами данного типа, до 14 единиц. В случае скорого подписания твердого контракта поставки комплектов заказчику могут начаться уже в 2020 году, СМ. «Твердый знак» от 2 февраля. Иван Софронов, Александр Джорджевич. 14 февраля 2019 года. Право на данный материал. Принадлежат коммерсант. Материал размещен правообладателем. В открытом доступе. Принадлежат коммерсант.